Дорогие мои подписчики, любители готовить и гости моего канала. Я приветствую вас, вы в гостях у Елена. И сегодня я буду готовить суп. Какой супчик, это вы угадаете. Да-да, вы уже угадали. Это грибной супчик с шампиньончиками. Шампиньончики я режу на пластиночки, потом пластиночки напополам. Вот такими вот большими кусочками. Получается как буковка Р. Вот так лучше. Сильно мельчить кубиками шампиньоны ни в коем случае не надо. Это будет как каша. И если суп наш из шампиньона, вернее грибной, значит грибов у нас должно быть много. Это доминант нашего блюда. И здесь у меня, значит, лучок, такая белая, белая вот эта вот часть лука. И очень красиво я нарезала здесь морковку вот такими вот звездочками. Я очень люблю это делать, оформлять все блюда. У нас все, вернее, блюда у нас должны быть не только вкусными, но и красивыми. Итак, я слегка притушиваю морковочку и лучок. Зеленую часть я добавлю в конце. Вот. А первую часть, вернее, белую вот эту часть у нашего лучка я сейчас поджарю. Вот так притушу. Сильно жарить я не буду. Вот. Я притушу вот так вот слегка. Затем мы будем следующим, значит, пойдет у нас, грибы пойдут следующим ходом. Готовлю я обязательно на оливковом масле. Мне нравится, очень ароматно получается с оливковым маслом. Можете обычным маслом, это ничего страшного. Дальше у нас тут будет соль и черный перчик. Грибочки я, по возможности, я вообще не мою грибы. Я их просто натираю салфеточкой. Вот. Вот эту грязь убираю. И они очень хорошо будут сейчас поджариваться. Они не будут мягкие, они не будут раскисать и пускать воду. Потому что все знают, что шампиньон, они очень быстро впитывают воду. И делают с такими водянистами, получается, не очень. Ну и вот настала пора, где-то минут, наверное, 2 вот у нас поджаривается. Вы можете лучок, естественно, взять репчатый. Я взяла вот эту часть, потому что хочется уже летнего свежего такого. Так. И, значит, выложили мы наши грибочки. Наши грибочки будут жариться вместе с нашим лучком и морковкой. Жариться они не будут долго. Вот. Также тоже припущу немножечко. И у нас таким образом получится очень вкусный бульон. Вот таким, значит, получается пока наше блюдо. Здесь вот у меня картошечка. Что хочу сказать. В грибной суп я никогда не кладу ничего другого, кроме грибов и картошечки. И, естественно, овощей. Это так готовила моя мама и я готовлю. Вы можете сделать. У меня есть и лесные грибы, они у меня заморожены в морозилке. Но мне очень захотелось сегодня сделать с шампиньонами и поделиться с вами, мои дорогие подписчики. Еще хочу между делом один рецепт дать. Готовила моя мама и готовлю ее я. Очень часто готовила детям, когда они были маленькие. Это суп пюре грибной. Значит, я варила точно так же все, вот как я сейчас делаю. Поджаривала все и картошечку туда. Наливала водички и сейчас я иногда делаю. И все это проваривала. Когда все это готово, я беру и пропускаю через блендер все это. То есть в это входит картошка, грибы, морковь и лучок. Все пропускаю я в блендер. И вы сами там уже контролируйте. Чтобы он не был густой, вы добавляете немножечко кипятка. И он у вас будет, если хотите, то добавьте до сливки, не очень жирные. И вот этот суп пюре вы потом накладываете в тарелочку. Значит, порционную, скажем так, вот, к примеру, так. Пока у меня тут тушится, я вам могу показать. Наливаете, значит, каждому в тарелочку. И в серединочку потом отдельно вы поджарите вот так же просто на сковородочке отдельно немножечко грибок. Это для того, чтобы было и красиво, и вкусно потом кушать, понимаете. И вы, ваши люди, кто будет в столовой сидеть, или ваша семья, где вы будете это готовить, кушать, они будут видеть и знать, из чего этот суп. Сверху, значит, пучочек вот этих поджаренных шампиньонов и зелени. Еще я добавила к этому маминому, значит, рецепту, я добавила миндаль. Я его слегка поджариваю на сковородочке. Как только, вот как только он начинает менять цвет, то я выключаю и добавляю сверху измельченный, значит, миндаль поджаренный. Получается замечательно и очень вкусно. Попробуйте. Вот я вам два, считайте, рецептика показываю. Значит, суп-пюре только, что я вам дала рецепт из шампиньонов, вернее, из грибов. Ну, шампиньонов это лучше всего, из лесных я не делаю. Во-первых, и вид некрасивый, и вкус другой. А вот, а из шампиньонов получается замечательно. И, естественно, вот такой вот супчик с вкусным бульончиком такой, жиденький. Никаких я там макарошек, ничего не добавляю. Просто картошечка и овощи с грибами. И зелень, больше ничего я сюда не добавляю. И, естественно, потом в каждую тарелочку подаю сметану. По одной, по две ложки может каждый себе положить, как хочет. Вот так вот, мои хорошие. Сейчас у меня все это потушится. Я пока отключусь, чтобы видео не получилось долгим. А потом подключимся и покажу, что я буду делать дальше с нашим супчиком. Итак, у нас уже грибочки все притушились. Они не пожарились, а притушились. Посмотрите, они уменьшились в объеме. И они стали такими карамельными такими. Я ничего сюда не добавляла, ни водички, ничего. Вот сколько пустили, значит, наши шампиньоны в ладе, столько и есть. Дальше, как всегда, я вам говорю, что я всегда заливаю водичкой свои супы, и чтобы я не готовила кипяченой водой. У меня стоит чайник, он у меня всегда горячий, кипяченый. И мы сейчас добавим сюда картошечку. Вот так. Картошечка должна быть вот такими вот кубиками нарезана. Старайтесь не мельчить, но и крупной, чтобы не было. Тоже суп всегда должен быть опрятный, аккуратный, приготовленный, чтобы он радовал еще и глаз. И наливаем сюда, значит, водичку. Наливаем сюда водички. Мы сюда положили практически все, осталось только зелень. И здесь вы уже тогда должны контролировать, значит, жидкость. То есть, какой вы хотите густоты, чтобы был ваш супчик. Я люблю грибной супчик, чтобы он был такой вот побольше бульона, чтобы меньше начинки и больше бульона. И поэтому я всегда добавляю чуть-чуть больше кипяченой водички. А вы уже там как сделаете, как вам понравится. Вот так. Вот я считаю, что вот так вот замечательно мне будет супчиком таким. Столько жидкости, сколько мне нужно. Что я дальше делаю? Сюда я, значит, бросаю один лавровый листочек и посолю. Посолить тоже по вкусу, как вы любите. Солено, значит, или не очень солено. Перчик черный мы добавляем в последнюю очередь. Никаких приправ сюда не добавляю, кроме перчика, значит, черного, свежемолотого. Еще есть смесь 5 перцев, его тоже можно, значит, зеленого лучка. Что касается здесь петрушки и укропа. Я хочу сказать, что я никогда не добавляю петрушки и укропа, потому что они имеют специфический запах и они перебивают вкус, значит, наших грибов. Больше ничего. Вот именно то, что нужно. Зеленый лук и черный перчик, соль. Все. Больше ничего не нужно, никаких приправ сюда. Это, на мой взгляд, так, на мой вкус. Потому что я делала и так, и так. Укроп вообще имеет такой специфический запах и вкус такой, что он прямо как бы отравляет быстро свое, все, любое блюдо. Есть блюда, которые очень как бы нуждаются в укропе, а есть, которые нет. И на данный момент здесь, я считаю, что он ни к чему. Можно добавить, покрошить немножечко, немножечко петрушечки, если хотите. Вот и все. А за много-много лет, конечно, я хочу сказать, что я сделала такой вывод, что грибной супчик, он должен быть грибным супчиком, так же, как и уха. То же самое, кроме рыбы и немного картошки, ничего там не должно быть. Но именно в уху, как бы, если так честно сказать, я очень люблю там укроп. Все. А больше никаких я туда не добавляю, никаких круп, никаких вермишелей, ничего. Только рыба, картошечка и зелень. Больше ничего. Вот это и есть уха. Вот. Ну что ж, мои дорогие. Сейчас у меня все это покипит. Приготовится картошечка, потому что грибочки, они и так практически готовы. Значит, разваривать супчик грибной ни в коем случае нельзя. Это вам не борщик, если там даже что-то разварится, то все равно будет вкусно. Нет. Грибной супчик, он должен быть прозрачненьким. Каждый овощ здесь должен иметь свою, значит, форму, чтобы он был целиком. И, то есть, будет очень вкусно. Чтобы у нас не было каши. Вот. Кто-то просил у меня, чтобы я приготовила борщ. Обязательно. Следующее, значит, первое блюдо у меня будет борщик. Так что, вот так, мои дорогие. Я хотела всего лишь разбавить все посадки супчиком. Потому что многие пишут, и я вас понимаю, мои хорошие, потому что у меня не все подписчики занимаются огородом. Я понимаю вас, но я не знаю, куда разорваться. И там, и там. В принципе, ничего такого нового как бы не готовлю. То, что готовлю вот сейчас на данный момент на ужин, на обед, я с вами и делюсь. Вот. Каких-то таких баловств у меня пока вот нету. Но, конечно, выходные, как я и обещала, я обязательно испеку торт Наполеон. Это как пить дать. И именно, действительно, он будет посвящаться моим подписчикам. В юбилей 10 тысяч подписчиков. Именно так. Вот я вам открыла тайну. Так что, вот так. Ну что же, накрываем мы крышечкой. И пусть кипит. Мне очень нравится в керамической посуде готовить. В посуде готовить. Блюдо получается очень насыщенным, очень вкусным. Прекрасное. Кстати, в этой посуде очень хорошо и долго держит оно тепло. То есть, горячее оно очень долго. Супчик. И все, чтобы вы не готовили. Ну все. Ждем, пока наш супчик будет готов. И будем делать дальше. Итак, мои девчули, дорогие мальчули. Супчик у нас уже готов. Я плиту выключила. Все. Сварилась у меня картошечка. Она должна быть вот такая вот. Видите? И наша морковочка, она звездочками. Она тоже должна быть, видите, такая аккуратненькая, красивенькая. И что я сейчас сделаю? Буквально под конец я сюда положу зелень. Я уберу, значит, потому что здесь очень долго у меня остывает плита. Убираю, он продолжает кипеть. Видите, я вот эту посуду беру руками, она не горит. И что я делаю сюда? Я добавляю сейчас сюда зелень. Вот так. Мелкую-мелкую, эту самую зеленую часть у зеленого лука. Лук, конечно же, он у меня, вы сами знаете, мы с вами вместе сажали. Растет дома на подоконнике. И вот такая палитра красоты у нас с вами получилась. Если у вас не любят многие черный перчик, так, сейчас посмотрю, видно? Видно. То вы давайте каждому, пусть каждый себе в тарелочку. У меня любят все, те, кто будут кушать сегодня. И я добавляю, очень люблю, прям, чтобы вкус вот этот передался нашим грибочкам с нашей зеленью, чтобы было замечательно вкусно. Итак, еще, пока не забыла, показываю вам, что лавровый лист обязательно нужно будет убирать. Это касается любого блюда. Почему? Потому что лавровый лист, если вы оставите в вашем блюде, то он даст горчинку вашему блюду. И будет не очень приятно и не очень вкусно. Вот таким образом я его убираю. Никогда не нужно оставлять. Ну и что же, мои дорогие, сейчас мы будем, значит, сервировать наше блюдо. Старайтесь всегда это делать с любовью. Включайте свою фантазию. И чтобы обед, обычный обед из простого супа был как праздничный обед. Чтобы было очень красиво, чтобы было очень приятно это кушать. Потому что сначала мы кушаем, как говорится, глазами это. Сначала он нам должен понравиться. Мы видим, взгляд наш сюда устремляется. Если это красиво, то нам захочется его и кушать, мои дорогие. Я всегда не перестаю уставать об этом говорить, что наши блюда, любые, они не должны быть только вкусными. Они должны быть еще красивыми, чтобы нам захотеть их кушать. И поэтому пусть даже просто так, вот вы дома вдвоем с мужем, поставьте красивую посуду, красивый скатерть. И налейте супчику вашему мужу с любовью вот в красивую такую вот тарелочку. И тогда ваш муж обязательно будет приезжать домой на обед кушать. А не будет кушать ни в какой там, так сказать, забегаловке или какой-нибудь там ресторан или кафе. Он обязательно будет ценить то, как вы им подаете. Я очень-очень обращаюсь это сейчас к своим любимым подписчицам, молодым девочкам, девчулям моим дорогим, которые всегда советуются у меня и спрашивают. Мне это так приятно. Девочки, я всегда буду отвечать вам на то, как вы просите. На то, что вы меня просите в своих, значит, видео сказать это, показать это, как это. Я очень рада, что вы интересуетесь. Люблю очень людей, которые интересуются, которые хотят учиться чему-то, чего-то достигать, добиваться. Я сама такой человек и очень люблю таких людей. Люблю простых, добрых людей. Я всегда нахожу с ними язык. Поэтому стараюсь вам предложить то, что я умею. Приготовьте такое блюдо своим родным и близким. Я уверена, что они оценят по достоинству ваше умение и старание, мои дорогие подписчики. Все. Я сейчас буду серфировать и показывать вам эту красоту. Вот и готов наш суп грибной с шампиньонами. Вот так вот выглядит он. Посмотрите, какая прелесть. Когда вы подадите вот такую вот бульонницу, вот такую тарелочку красивую, пиалочку с тарелочкой, вашему мужу или вашим родным и близким и домашним, даже гостям, то они будут в восторге от вашей вот этой, то есть, стряпни от вашего такого, от вашей фантазии, умения, вашей старания. Посмотрите, какая красота вот эти вот звездочки. Можете соломкой, можете кубиками, можете кружочками. У меня иногда есть такие две насадки, кружочки и звездочки. Очень красиво. И отдельно, вот как я говорила, очень так красиво в длину нарезаю еще зеленый лучочек. И вот так вот просто сверху могу вот так вот крупненько вот так подать. Вот так будет очень вкусно. Вот так вот, вот так вот. Продолжение следует...